Это отношение будет равно экспонента в степени минус 7 и запятая 76. SPSS автоматически рассчитывает эту величину. Таким образом получается P1 на P0 равняется, это очень маленькое число. Содержательно P1 у нас это участие в профсоюзе, P0 не участие, на всякий случай в этом имеет смысл всегда удостовериться. Если посмотреть снова на выдачу логистической регрессии, в самом начале подписано, что есть что. Если мы знаем, что P1 на P0 это маленькое число, также мы знаем, что поскольку всего два варианта здесь, то P1 плюс P0 равняется единице, мы можем легко рассчитать P1 и P0. Ну, например, я выражаю P1 через P0 здесь, получается P1 равняется P0 умножить на это маленькое число. Подставляю в это выражение, вместо P1 получаю, что P0 вот такой величине равна. P1, соответственно, единица минус эта величина. Кого характеризуют эти вероятности? Эти вероятности характеризуют европейцев, то есть членов генеральной совокупности, которые часто называются референтной или контрольной группой. То есть, как я уже сказал, это люди, у которых все предикторы равны нулю. Вовсе не обязательно, что в кодировке исходной базы наши все предикторы имеют содержательные нулевые значения, то есть проходят через ноль. Например, возраст, у нас здесь нет возраста, но вообще возраст начинается с 16 лет. Там число людей, проживающих в домохозяйстве, начинается с одного. Ноль, бессодержательная величина, получается для многих предикторов. Чтобы интерпретировать контрольную группу было лучше, следует заранее позаботиться о перекодировке ваших переменных, чтобы все они проходили через ноль. Например, возраст надо вычесть из переменной возраст 16. Например, таким образом. transform.computeVariable условно h16. И здесь получается переменная h-16. Вот будет сдвиг. Я все переменные заранее готовил, поэтому все мои переменные имеют содержательные нули. Таким образом можно интерпретировать контрольную группу. Это будет реальная контрольная группа, а не виртуальная.